Вы в пустыне Атакама на севере Чили, одном из самых сухих мест на Земле. У этой пустыни есть прекрасный секрет. Каждые 3-5 лет там из ниоткуда появляются цветы. Это явление называют цветущей пустыней. Семена лежат в земле и ждут дождя. Когда пустыня получает достаточно воды, прорастает около 200 видов цветов. Желтые пески Атакамы становятся фиолетовыми, белыми, зелеными и даже розовыми. Еще одно загадочное явление, которое можно наблюдать в пустыне, называется песчаным водопадом. Когда ветер приносит много песка к краю каньона, он начинает падать вниз. Усильте этот эффект в 100 раз, и вы получите песчаный водопад в Саудовской Аравии. Он похож на Ниагарский водопад, хотя там нет ни капли воды. Местные жители говорят, что это явление предупреждает о грядущей песчаной буре. Ведьмины круги, также известные как эльфовы кольца, это таинственные круги из грибов, которые появляются на лугах и в лесных массивах. Есть много споров о том, почему они возникают. Согласно поверьям, танцы магических существ сжигают землю, вызывая быстрый рост грибов. На юге Индии, в период с июля по сентябрь 2001 года, люди стали свидетелями одного из самых странных погодных явлений в истории – красного дождя. То, что сначала казалось обычным ливнем, повергло их в шок. Цвет был достаточно ярким, чтобы испачкать одежду. Были и другие цвета – зеленый, желтый, коричневый и даже черный. В разгар Мусона начался красный дождь, который периодически шел в течение нескольких недель. Исследователи выяснили, что вода была окрашена либо пылью, либо водорослями. Ловить эти капли на язык явно не стоило. Как водоросли могли попасть в дождевые облака? Непонятно. У ученых нет ответа. Жители долины Хездалин в Норвегии часто могут наблюдать в небе огни белого, желтого и красного цветов. Огни появляются как днем, так и ночью. А однажды, в 80-х годах прошлого века, их наблюдали 15-20 раз за одну неделю. Огни Хездалина иногда видны всего несколько секунд, а иногда больше часа. Они плывут в небе и даже покачиваются. Некоторые ученые связывают это явление с ионизированной железной пылью. Другие говорят, что это горение смеси натрия, кислорода и водорода. А кто-то думает, что это просто самолеты. Снежные рулоны – одно из самых редких метеорологических зрелищ, ведь для их появления нужны идеальные погодные условия. В заснеженной горной местности, например, в скалистых горах, ветер, температура, снег, лед и влага должны объединить усилия, чтобы мы могли увидеть эти снежные пончики. Тонкий слой мокрого снега на земле. Под этим слоем лед или порошкообразный снег. Достаточно сильный ветер, чтобы пончик покатился вниз по склону, как снежный ком. Вот и все. Перестав катиться, он может быть размером с бейсбольный мяч или с автомобильную шину, в зависимости от силы ветра. Снежный рулон долго не пролежит, так что хватайте камеру и вперед! Вы можете поверить, что на земле есть место с экосистемой и атмосферой, словно на другой планете? Что ж, начинайте верить! Пещера Мо-Вилли на юго-востоке Румынии скрывалась в полной темноте 5,5 миллионов лет. Рабочие наткнулись на нее, когда искали место для строительства. Ученые проделали отверстие в пещеру и обнаружили, что внутри процветает устойчивая экосистема. Пробившись через тоннели, ученые обнаружили озеро с серной водой, которое пахло тухлыми яйцами. Воздух был наполнен сероводородом и содержал в 100 раз больше углекислого газа, чем атмосфера Земли. Нет, нужно и говорить, что этот воздух токсичен. Еще более безумно, что в пещере обнаружилась целая экосистема с 33 видами животных, которые не встречаются больше нигде на Земле. Эта пещера дает представление о том, какой может быть жизнь на других планетах с совершенно другой атмосферой. Как ей удавалось существовать у нас под носом все это время. Просто невероятно. Посмотрите на эти деревья. Это эластичные или каучуконосные фикусы. Их мощные корни растут не под землей, а на поверхности. С помощью специальных рам и креплений люди научились контролировать рост этих корней. Допустим, дерево находится рядом с небольшой ямой. Вам нужно сделать мост от одного конца ямы к другому. Вы направляете растущие корни дерева в нужную сторону. Со временем корни проникают в землю и укрепляются под бесконечными ливнями. На создание одного моста уходит около 15 лет. Вот еще одно удивительное дерево, известное как древо жизни. Оно растет в пустыне Бахрейна. Дерево возвышается на вершине песчаного холма уже более 400 лет, окруженное километрами песка. Здесь очень жарко и нет влаги. Несмотря на это, у дерева зеленые листья, и оно продолжает расти. Ученые пока не поняли, как дерево получает влагу и питательные вещества. Вокруг есть только нефтяные залежи. Местные жители считают дерево священным, ведь оно демонстрирует магию жизни и силу природы. Некоторые эксперты считают, что все дело в корнях. Они уходят настолько глубоко, что могут достигать подземных источников воды. Вы провели ночь за рулем. У вас не было возможности поспать, поэтому сейчас все кажется немного нереальным. Вы останавливаете машину и выходите, чтобы размяться. Вы смотрите в небо и видите прекрасный восход. Стоп, подождите. На небе три солнца. Вы протираете глаза, но нет. На небе по-прежнему три ярких светила. Не волнуйтесь, нашу звезду не разорвало на три части, и ее не посетили две другие звезды. Этот оптический эффект называется «солнечные собаки». В основном он возникает во время сильных морозов. Маленькие кристаллики льда на небе искривляют свет. В результате вы можете увидеть на небе три ярких пятна вместо одного. Официальное название этого явления – «гало». Чаще всего это просто круг вокруг солнца. Гало можно увидеть и ночью. Посмотрите на уличный фонарь, и вы увидите яркий круг вокруг него. Иногда орел может принимать более причудливую форму. Если в воздухе много льда, свет искажается еще сильнее, как в комнате с десятком зеркал. Представьте, что наблюдаете за извержением вулкана. Жуткое зрелище. Вдруг вы замечаете в небе яркие вспышки. Это выводит ужас происходящего на совершенно новый уровень. Это явление возникает из-за статического электричества, когда плотные частицы пепла трутся друг о друга над поверхностью. Другой источник вулканических молний находится на большой высоте, около стратосферы, где хаотично движущиеся ледяные кристаллы создают мощные толчки. В Салар-де-Уюне кажется, что вы стоите на огромном зеркале, но на самом деле это соляная равнина площадью более 10,5 тысяч квадратных километров. Она находится в Боливии, самой высокогорной стране Южной Америки. Это естественное зеркало – все, что осталось от испарившихся доисторических озер. Хоть оно и выглядит плоским, с помощью GPS стало ясно, что некоторые участки ландшафта имеют небольшие отклонения в несколько сантиметров. Это место так заболочено, что в нем содержится около 10 миллиардов тонн соли. Если попасть туда в нужное время, то можно увидеть, как в некоторых местах там образуются озера, которые выглядят как зеркало неба. Местные жители добывают там соль и литий. И не забудьте посетить первый в мире соляной отель. В Перу можно найти настоящую радужную гору. Ученые не могут этого объяснить, и попасть туда непросто. Но синие, красные, зеленые, желтые и розовые цвета запомнятся навсегда. То, что выглядит как замерзшие летающие тарелки, на самом деле очаги горючего газа метана. Пойманный в ловушку под водой, он образует потрясающие узоры. Типичные для северных озер, таких как озеро Эйбрахам в Альберте, Канада. Эти пузырьки появляются благодаря бактериям, которые питаются попавшей в воду органикой. Затем эти бактерии выделяют газообразный метан. В конце марта 2018 года восточная Европа стала свидетелем события столь же прекрасного, сколь и пугающего. Лыжники катались по мандариновым склонам, подокрашенным в красный цвет неба. Люди описывали это как прогулку по Марсу или катание на лыжах по песчаным дюнам. Но каким бы загадочным ни казалось это явление, оно имеет простое объяснение. Все дело в мощной песчаной буре из пустыни Сахара, которая принесла с собой пыль и песок, окрасивший снег в оранжевый цвет. Это не единичное природное явление. Метеорологи утверждают, что оранжевый снег покрывает земли Восточной Европы не реже одного раза в пять лет. Так что не ешьте апельсиновый снег. 20-21 февраля 2018 года жители северо-восточной части США пережили одно из самых необычных погодных явлений за последнее время. И это была волна жары. Да, в феврале. Это была самая удивительная зимняя жара с тех пор, как в 1800-х начали фиксировать официальные погодные рекорды. Во Фрайбурге, штат Мэн, люди снимали куртки после того, как температура поднялась до 21 градуса. В городе Фитчбург, Массачусетс, сбитые с толку люди надели сандалии, когда увидели, что температура на улице 26 градусов Цельсия. То же самое было в Гаррисберге, штат Пенсильвания, где температура достигла 28 градусов Цельсия. И в Уэлсе, штат Мэн, где термометры показывали 25 градусов Цельсия. 11 тысяч лет назад на территории современной Турции, где не было ни городов, ни металлических инструментов, какие-то невероятно искусные мастера построили гебекли-тепе. Как они могли раскалывать и поднимать известняковые блоки в три раза тяжелее тираннозавра, и что они символизируют, до сих пор неизвестно. Никто не знает, как возникла гора Девилс Тауэр в Вайоминге, США. Это образование высотой 267 метров с почти отвесными вертикальными скалами. Гора словно выросла посреди холмистых равнин, и на многие километры вокруг нет ничего подобного. Как же такой плоский ландшафт мог породить что-то настолько высокое? Теорий хватает, но ответа пока нет. Национальный парк Плитвицкие озера в Хорватии – достопримечательность для туристов и объект всемирного наследия, где обитает множество уникальных животных и растений. Это как съемочная площадка эпического фильма с бесконечными водопадами и кристально чистыми озерами. В середине 1980-х у берегов Японии был обнаружен комплекс Йонагуни. Ученые уверены, что ему тысячи лет, но пока не ясно, естественного ли он происхождения или искусственного. Если окажется, что это древний город, то кто его построил и как он оказался на дне моря? Формы и формирование этих пород нерукотворного происхождения. Они были созданы в результате интенсивных извержений вулканов. Ученые до сих пор не понимают, почему гигантская дамба в Ирландии имеет такую странную форму. Еще в 1812 году по неизвестной причине английский фермер заплатил местному художнику за то, чтобы тот убрал тонны земли со склона холма и залил контуры мелом. Художник сбежал, так что фермеру пришлось заплатить снова, чтобы закончить белую лошадь Олтона Барнса. Свартифос, черный водопад в Исландии, получил свое название из-за окружающих его темных колонн лавы. В основании водопада есть острые скалы. Это послужило источником вдохновения для исландской архитектуры. Влажной зимней ночью в лесу можно увидеть ледяные волосы, необычные кристаллы льда, похожие на сахарную вату или парик из белых волос, и образующиеся на гниющей древесине. С восходом солнца эта красота тает. Лишь недавно ученые выяснили, что причина этого явления – грибок. Он позволяет льду образовывать сверхтонкие волоски и помогает им поддерживать эту форму в течение всей ночи. Когда этого вида грибка нет, вместо хрупких волос лед образует корку. Самая распространенная причина лесных пожаров – это молния во время гроза. Но вы когда-нибудь слышали о лесном пожаре, который вызвал грозу? Именно это и произошло 11 мая 2018 года, недалеко от Амарилло, штат Техас. Сверхмощный пожар создал огромное плотное облако, а его жар вызвал грозу, обрушившую тонны крупного града в округе Уиллер, штат Техас. Вулкан Иджин в Индонезии – это не просто гора, извергающая лаву. Вместо того, чтобы выбрасывать черный дым и красную лаву, как обычные вулканы, этот изрыгает голубое пламя и лаву электрического синего оттенка. А все потому, что в нем содержится невероятное количество серы. И когда сернистые газы взаимодействуют с раскаленным воздухом и освещаются расплавленной лавой, они начинают синеть. К сожалению, это завораживающее зрелище можно увидеть только ночью, зато запах чувствуется постоянно. Кстати, внутри кратера вулкана еще и находится самое большое кислотное озеро в мире. В Мертвом море больше соли и минералов, чем в других морях. Хотя технически это озеро. Плавать в нем почти невозможно. Но люди приезжают туда за естественными химическими веществами, полезными для организма. Отдых на поверхности – отличный способ расслабиться. Этот древний водоем получил свое название, потому что в нем не водятся никакие макроскопические организмы, поскольку его соленость почти в 10 раз выше, чем у океанов. Там обитает лишь несколько видов бактерий и грибков. Это еще и самая низкая точка на суше – 427 метров ниже уровня моря. В Мексике есть подземная пещера с кристаллами, и она похожа на межзвездный мир. Она находится на глубине около 300 метров, и кристальные шипы в ней достигают 11 метров в длину и весят до 55 тонн. Это одни из самых больших кристаллов в мире. Пляж Лускентайр – это бесконечная полоса белых песчаных дюн и лазурной воды. Но не дайте тропическим флюидам вас одурачить, ведь он находится в Шотландии, и выглядит он так только в мае и июне. В декабре это место получает не более часа солнечного света в день, что делает его монохроном и еще более выразительным. Скрижали Джорджии – это коллекция гигантских камней в форме звезды. На них есть надписи на восьми языках, включая хинди, китайский и суахили, и астрономический календарь, который заканчивается 1980 годом. Никто не знает, кто это построил и зачем. В Солнечной Калифорнии находится национальный парк Секвоя с гигантскими деревьями. Им более тысячи лет. Там растет 8 тысяч огромных деревьев, в том числе 10 самых больших в мире. Возраст Секвои генерал Шерман оценивают в 2700 лет, и она признана самым большим известным живым деревом в мире по объему. Каменные головы острова Пасхи существуют уже сотни лет. Никто не знает, зачем они были созданы. Ученые полагают, что местные жители верили, будто статуи сделают почву более плодородной. Анализ почвы показал, что головы хорошо справились со своей работой. Это лучшее место для сельского хозяйства на острове. Химический состав древних горячих источников в Памуккале, Турция, придает воде волшебный вид. Они хороши для очищения не только тела, но и ума. В Саудовской Аравии есть камень, идеально разрезанный посередине на две части. Что делает Аль-Наслаа таким уникальным, так это то, что он не был создан искусственно. Это результат многолетней работы природы. А этот ледник выглядит так, словно посреди Антарктиды кто-то вылил тонны красной краски. Однако этот цвет естественного происхождения. Кровавый водопад образовался из-за смешения очень соленой воды с оксидом железа. В мае 2018 года в Новой Англии наблюдалось одно из самых страшных и опасных явлений за всю историю. Сверхдлинный торнадо. Он начался недалеко от Чарльстона, Нью-Гэмшир, и двинулся в сторону города Уэбстер в округе Мэримак. Торнадо потребовалось 33 минуты, чтобы преодолеть 58 километров и стать третьим в списке самых длинных торнадо в Новой Англии. На Филиппинах в провинции Палаван можно поплавать в кристально чистых водах и исследовать подводный мир. В муниципалитете Корон есть белые песчаные пляжи с небольшими лодками, плавающими по разным удивительным местам. Тристан де Кунья – небольшой вулканический архипелаг в Атлантике. Самые близкие к нему города – это Буэнос-Айрес в Аргентине и Кейптаун в Южной Африке. Чтобы добраться до этого уникального места, нужно плыть 7 дней на корабле. Если вам хочется сбежать от мира, остановитесь у одного из 280 местных жителей, и вы почувствуете, что находитесь вдали от всего. В первую неделю января 2018 года необычно холодная погода на северо-востоке Соединенных Штатов заморозила Атлантический океан в Северном Фалмуте, штаб Массачусетс. Более того, океан замерз так основательно, что люди ходили по волнам. Да, такую увидишь не каждый день. Красный песок делает этот пляж уникальным, поэтому туристы и едут в Тяньцзинь, Китай. В соленой воде обитает красное растение под названием сведа. Весь пляж покрыт красным и виден только верхний слой моря. Если что-то когда-то всем своим видом заявляло «я бросаю вызов гравитации», так это камень Даваска в Аргентине. Огромный 300-тонный валун балансировал на краю обрыва и немного раскачивался из стороны в сторону на ветру. Некоторые даже подкладывали стеклянные бутылки под один из его краев, и те лопались при очередном движении камня. К сожалению, сегодня это чудо природы уже не увидеть таким, каким оно было сто лет назад. В 1912 году валун внезапно упал со своего насеста, который занимал сотни лет. Жители города Тандиль были так опечалены этим событием, что через 95 лет в 2007 году решили восстановить камень и сделали его пластиковую копию, поставив ее на то же место и в то же положение. Так что сегодня, проезжая мимо Тандиля, можно увидеть знаменитый висячий камень. Теперь это просто символ. Он больше не раскачивается и весит всего 9 тонн, но его сразу узнают. Сибирский кратер Батагайка напоминает ворота в подземный мир. В длину он составляет 1 километр, а в глубину – более 86 метров. Но дело в том, что кратер продолжает расти. По мере того, как он становится глубже, обнажается все больше и больше подземных слоев. Они наглядно демонстрируют, как выглядела наша планета тысячи лет назад. Кратер начал образовываться в 60-е годы, после вырубки лесов. Деревья больше не отбрасывали тень, и земля прогревалась все сильнее. Постепенно произошло таяние вечной мерзлоты, в результате чего и появился кратер. С начала 90-х жители города Таос сводят с ума непрекращающийся низкочастотный гул. Он не дает людям спать и буквально высасывает из них всю энергию. Хотя ученые пытались найти источник звука, у них ничего не вышло. Похожий гул также был обнаружен в Великобритании, Австралии, Канаде и других частях Соединенных Штатов. К счастью, слышать звук может лишь 2% населения Земли. Шум уже связывали с работой различных машин, нарушениями слуха и даже животными. Так, например, источником гула на западе Сиэтла считают жаб. Ведьмины круги, также известные как эльфовые кольца, представляют собой загадочные круги, образованные грибами. Появляются они, как правило, на травянистых и лесистых участках. Ведется множество споров о том, каким образом формируются такие ровные кольца. Существует поверье, что танцы ведьм прожигают Землю, вызывая быстрый рост грибов. Однажды в Коста-Рике было обнаружено около 300 каменных шаров. Местные жители называют их «лазболлос», что переводится просто как «шары». Камни обладают практически идеальной круглой формой, а весят до 16 тонн каждый. Также они состоят из разных материалов – габро, известняка и песчаника. Считается, что камни выкладывались в ряд перед домами вождей, но точной информации об их происхождении все же нет. Существуют мифы, в которых сказано, что шары появились прямиком из Атлантиды. Если вы когда-нибудь отправитесь в путешествие по реке Меконг в конце октября, у вас есть все шансы увидеть поднимающиеся из воды светящиеся шары. Местные жители зовут их «огненные шары наг». Их размеры могут быть разными – от крошечных, как искра, до больших, как баскетбольный мяч. За ночь в воздух поднимаются десятки и сотни тысяч огней. У ученых до сих пор нет точного объяснения этого явления, но они считают, что оно может быть связано с горючими газами, которые выделяются в болотистой местности. Некоторые суеверные местные жители уверены, что всему виной гигантская змея, живущая в Меконге. В Миннесоте, США, на северном берегу озера Верхнее, есть парк, получивший известность благодаря «Чайнику дьявола» – водопаду, который разделен надвое. Один речной поток непрерывен и продолжает бежать по скалам, в то время как второй падает в углубление в горе и исчезает. Ученые до сих пор не знают, куда уходит вода, попадающая в отверстие. Чайник дьявола считается крайне небезопасным местом, поскольку отследить движение потока почти невозможно. Грунионы – это рыбы, известные своими причудливыми брачными ритуалами. Самки выбираются из воды на берег и зарываются хвостами в песок, чтобы отложить яйца. Через 10 дней наступает прилив и уносит вылупившийся молодняк в море. Ученые так и не смогли объяснить подобный способ размножения. Люди, живущие в центральной Норвегии, неподалеку от долины Хездален, могут часто наблюдать за таинственными белыми, желтыми и красными огнями, переливающимися по всему небу. Увидеть их можно как днем, так и ночью. А однажды в 80-х за одну неделю было замечено 15-20 таких случаев. Огни могут гореть всего несколько секунд, а иногда и больше часа. Таинственные явления двигаются и кажутся, будто они плывут или раскачиваются в небе. Некоторые ученые считают, что причиной огней является ионизированная железная пыль. А другие говорят, что всему виной горение натрия, кислорода и водорода. Однако есть и те, кто утверждает, что это всего лишь самолеты. В Йеллоустонском парке расположено знаменитое кипящее озеро, но оно не единственное в своем роде. У Амазонки есть вечно горячий приток. Река, которая называется Шаной-Тимпишка, что означает «разогретое жаром солнце». Да, она не кипит, но в воде температура, которая достигает 91 градуса Цельсия, вполне можно сварить спагетти. Попробуем? А самая низкая температура реки составляет 45 градусов. Объяснить природу такого явления до сих пор не удалось, потому что самой разумной причиной было бы наличие рядом вулкана. Но дело в том, что ближайший вулкан находится в 645 километрах. Единственное, что могло бы объяснить явление, это какой-нибудь подземный разлом. В западной Венесуэле местные жители, живущие неподалеку от реки Кататумбо, не боятся молний, потому что видят их почти каждую ночь. Гроза начинается примерно в 7 вечера и не прекращается до рассвета. Однажды вечные молнии Кататумбо прекратились на несколько месяцев, с января по март 2010 года. Причиной могла служить долгая засуха или же низкий уровень заряда. В 1991 году один ученый предположил, что явление происходит из-за встречающихся в этом районе холодных и теплых воздушных потоков. Другая теория гласит, что молнии вызваны присутствием в коренной породе урана. На этом все. Всем спасибо за внимание. Пока!